Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я знаю, что пора ломать стереотипы все, что синяя команда сегодня 100% выиграет Начал сегодня набирать команду, конечно же я не хотел к нему идти, но он сегодня всем заявил, что будет интрига, интригант некий Прям честно помолился Богу с утра, чтобы меня не взяли в синюю команду, чтобы Ярослав уже не в собачий голос, не в первом ряду, чтобы меня не назвал и я не пошел в синюю команду Евгений Злобин Павлюков Дмитрий У меня было подозрение, что он может взять меня для того, чтобы потом сделать худшим участником, просто начать сливать Ярик, Ярик Первая мысль Это то, что у него в конце захочет слить Виктор Викторович Я знал, я знал Зладарка Виктор Викторович это вообще воин, без какого, любой продукт, любой ситуации, везде он найдет Леша Кислов Леша тоже красавчик, все он делает, все шикарно делает, хорошо Котя в Милан Беру соби Милана в команду, потому что надо мужская сила, надо какая-то креативность Ярик, я тебя потушу Вита Вита делает самые шикарные десерты на этом проекте, значит 17-й, Вика просто, можно сказать, Бог в десертах Вика Вика нормально стреляет, какими-то блюдами, какими-то поступками, то есть на кухне Ангелина, Ангелина такая вроде она девочка, как бы не создана для кухни Она так более там, для высокого создана, ну думаю, возьму, хай будет у меня в команде Вот это нормальная команда, мне нравится это Я с Ангелиной наставлюсь Ты прикинь, а? Мало того, что Диму забрал, мало того, что Ангелину забрал У меня папа, Таня, у нас дыкань, у нас все остались сегодня Три черных фартуха в команде, но Ярик, думаю, так сливки ложечкой собрал, падла, глист шоколадный Все остальные вы красная команда, берите фартуки Я остаюсь в красной команде Я думаю, ну окей, сейчас посмотрим, может еще даже пожалеете о том, что я туда не попал Обидно, действительно обидно В красной команде я был довольный, даже несмотря на то, что Ярослав с четырьмя своими звездами Даже думал, даже если наша команда проиграет, то все равно я буду доволен, что я не стоял с ними Потому что, если бы они меня взяли, это явно, чтобы меня взяли для того, чтобы потом вышвырнуть Ах, черно ты, бабошина, да? Ох, Брэлс, ну ты и сволочь, я тебе хочу сказать Охуялемо, у меня аж типа Наверное, если бы камера видела мои зрачки, они бы налились кровью в тот момент Я такая злая была, я тебе передать просто не могу, меня аж типало Смотрю на команду и понимаю, ф**к тудей, куда я попала И думаю, Ярик, я не знаю, я его спалю, наверное, сегодня ночью Ну мы им покажем, ябнадо Да мы поймем, как тузик нет А ну сейчас лучше покажите, а потом уже Да вы уже показывали все, что могли Ты уже все показала, что в черном фарте Витя, хорошо, я все показала, главное, что ты все не показала Да, у меня черного нет А теперь пришло время выбрать капитана А, не рвется в бой Да, наверное, все А, в бой? Пусть Аня в бой Ну да, не то-то Я хочу быть капитаном Вот, бабошина такая Я говорю, бабошина, утихомир свои таланты Потому что ты два раза была уже Я выдвигаю свою кандидатуру для того, чтобы сегодня быть капитаном Ну решили, предложили мажник Будет капитаном, если что, будет кого позадалмывать У меня как раз настроение было именно домахаться Кто будет капитаном? Я Отлично Сегодня ваши стравы будут оценивать очень особливые гости Мы хотим, чтобы вы выклались не на сто, а на тысячу процентов Чтобы догадаться с прескопливым и надвимогливым критикам Даже в кухаре с трьома мишленевскими зерками Зазнаются, что ци гости лякают их И очень часто дивуются своими замовлениями Вашими клиентами сегодня будут 30 детей из детского дома Что-то внутри перевернулось Вот немного так руки затряслись Немного как-то знаешь, вот мозг перевернулся Твой вообще, ты понимаешь, для каких ты гостей будешь готовить Тебе нужно выложиться на миллион процентов Потому что это особенные гости Это особенные дети Это особенные личности Нужно было сделать все для того, чтобы им все это понравилось У меня так сразу мурашки по телу Что это, во-первых, дети И дети, которые обделены им родительской ласки, внимания А это больше Больше Значит Лита Все хорошо Да, Виктор, это у меня наболевшая тема Понимаете, когда человек находится там И мечтает о детках Это просто такая мечта Которая, ну Может сказать Можно сказать, один процент из миллиона Что она существима Представьте мое состояние Насколько я хочу ребенка Насколько я люблю детей Мы будем стараться Но вы загадываете меню сьогодни будете невыльно Что готовить? За вас уже вы решили самі дети Кожна дитина уже зробила замовлення И рассказала, что самая вона хочет скуштовать Мы записали для вас усі їхні побажання Готові послухати замовлення гостей? Класс! Класс! Морожене по-любому То ді увага на екран Я хочу, щоб не приготовить біток із курицей и картошку-пюре, потому что я его давно не пробовала. Нельзя было выдержать. Я хочу мясо и картошку-пюре, я его не кушала. Боже, ой. Я не могу, у меня скупая мужская слеза. Не могу, я как услышала, мне ж дурно стало. Торт со сливками, я люблю очень сладкие. Ой, где моя кухня? Я нечодавно ездил в детский табор и пробовал там пиццу. Мне понравилась пицца, и я хочу, чтобы мне пиццу приготовили. Это, конечно, больная тема. По-милому я скучаю к пиццу вообще. Тут нахожусь. А я люблю первые стравы. И очень хочу, чтобы мне приготовили суп с галушками. Я хотел бы съесть котлету по-київски, картошку, жирь, спинатами, потому что я когда-то ехал с мамой. Я хочу попробовать салат Сезаря, потому что я его ел с семьей, но когда попал сюда, уже не ехал. Хорошо. Без препятствий. Я когда-то пробовала тирамису, и оно очень мне понравилось, поэтому я очень хочу еще раз попробовать тирамису. А я люблю мяза, поэтому я хочу стоять соусом тартар. Пельмени. Я очень сильно хочу, чтобы мне их приводили. Я очень сильно люблю. Я очень хочу попробовать профитроли, потому что я видела их на мастер-шеф. Я начинаю плакать только от того, что они говорят настолько это искренне. Ты понимаешь, насколько это важно. Ты понимаешь, насколько это хочется просто сделать подарок, такой вот, знаешь, кулинарный. И чтобы, глядя на тарелку, на блюдо, ребенок просто хотя бы на чуть-чуть стал счастлив. Почувствовала, что его любят. Жалко их, правда. Жалко детей, вот этих обделенных просто любовью, может быть, какой-то вниманием, чтобы их погладили, чтобы оно было одно-единственное, чтобы оно или братик-сестричка, чтобы была мамка, чтобы им завтрак, ну, домашнюю, чтобы это... Мне так было жалко. Ну что ж, я надеюсь, что вы все успели записать? Да. Если кто-то из детей не получит свое блюдо, это будет преступление. И я надеюсь, вы это понимаете. Внимание! Этот день особенно не только тем, что вы впервые будете готовить для детей, но и тем, что вы впервые будете работать так, как работают повара на профессиональных кухнях ресторанов. Сперва необходимо будет сделать только заготовки по каждому заказу. И только когда ваши маленькие гости придут, вы в течение 15 минут должны будете приготовить и отдать все заказы. Мне кажется, что это просто нереально. Ну, 15 минут, 30 блюд. Десерты, первое, основное блюдо, закуска. На то, чтобы сделать заготовки, у вас будет... Два часа. Два часа? Два часа. Спасибо. Время пошло. Не бегите, без монетизма, идемте делиться. Мы, когда поднялись на партикабль, сразу начали распределять, кто какой процесс будет делать. Пишите на меня всю Италию, кроме пиццы. Никита. Пиши. Лазанья, равиоли, цезарь. Так, тихо. Все, Ваня пишет пицца, Ваня. Так, Ваня делает пиццу, пицца много у нас. Дальше, тихо. Оксана. Так, Наполеон, торт с белым шоколадом. Синяя команда на партикабль. Когда мы получили задание, вся команда пошла на обсуждение блюд. И мы договорились сегодня с красными, поскольку мы кормим детей из детдома, не делать вот эти вот скачки конные к холодильнику, не рвать этот холодильник. Но возле холодильника оказался Витек. Ох, как это ни странно было. И это меня просто подвергло в шок. Витя тоже там. Витя, Витя, иди сюда. Когда мы увидели, что вся команда стоит, а Витя уже там бегает и пытается нагребсти чего-то из холодильника, каких-то овощей уже нагребсти, хотя, блин, изначально все договорились. И мы ему начали орать. Витя, иди сюда. Этим всем, всех он этим жутко выбесил сегодня, потому что если есть какие-то договоренности в команде, их надо поддерживать. А Витя, как всегда, никого не слушал, побежал, начал все брать, грибсти, непонятно что, непонятно, зачем лишь бы взять, лишь бы не досталось другой команде. Положи все, ничего не трогаем. Так, за продуктами, ну пацаны, ну шо это? Команда на партикабль. Витя, как капитан, то поставил людей на процессы. 30 блюд разных, 30 блюд, это капец. И все тупо разные. От украинской кухни до итальянской, там какие-то... Ой, все, что хочу у нас было, короче. Биток куриный пюре. У меня есть. Торт сливки. Есть. Пицца, сыр, ананас, мясо. Да, да, да. Суп галуша. Есть. Котлета киевский. Есть. Тирамисру. Есть. Профитроли. Кто профитроли? Профитроли кто? О, не было профитроли. Кому? Я себе пишу. Я сегодня дав право вольности своей команде. Кто что хотел, то и готовил. Вот те, что учасник, как и учасник, не брался за это. Это вот как морквианный пирог, пирог с черникой, профитроли. То я уже собі писал. Ну, никто не хочет писать. Ну, что я сделаю? Я сразу говорю, пиццу буду делать я. Все. Потому что, ну, как бы, у меня есть сын, он тоже любит пиццу. Я ему каждый выходной стопуду хоть раз, но кручу. Ну, все. Распределили мы меню, кто что робить, короче. Продукты. Так у нас вообще шикарно было. А позвольте, я пойду. А по Данит, давайте вы. Ой, с продукциями у нас сегодня вообще была идея. Красная команда, проходите. Да нет, что вы сильнее? Только после вас. Да нет, я не могу так. Проходите, берите. Холодильник полный. Место друг в другу уступаем. Отвечаете, телячь и нежность, и меня сегодня замахали. Это ваше все, а то наше. Давайте раздерим, да. Да, а то наше. Будет жариться на солнце. Приходите. Еще брать больше? Ну, конечно. Ну, потом возьмем, если что. Где-то баб Таня, которая обычно ездит на мне, когда мы же холодильником битвы были. Где-то дыканька, где-то яйца на голове. То есть этого всего сегодня не было. В холодильник подходишь там полностью, куча еды. Мы разбирали продукты очень спокойно. Никто не вырывал, по голове куском мяса не бил, яйца не забирал, и никто не столкал, и тетя Таня животом не ползала, как выброшенный кит на берег. То есть все было спокойно. На самом деле, все насколько мне это понравилось, что мы показали, что мы можем быть людьми. Ребята, берите по минимуму, зайки. Кому что нужно. Набрали свои продукты, все, что нам надо. Капитан! Я, я! Где капитан? Тут я, Ектор. Как дела? Огонь. Как классно вечером борщ. Спасибо большое. Очень вкусно. Хорошо. Окей, расскажите, какая ваша стратегия? Наша стратегия хороша. Мы поделили пиццу, робить один человек, заготовки на пицце. Дети приходят, мы все это готовим. Ангелина. Ангелина. Робит мороженое, шоколад. О, и Цезарь с тартаром будет готовить. Ну как? Как одна людина может заниматься морозовым и салатом? Ни в каком разе за одним столом не можно заниматься десертами и поруч нарезать сыра м'ясо. Сьогодні вы готовите для детей, а их шлунки очень чувствительны. Кроме того, кровь с м'ясом может потрапить до десерта. Это не годится. Жодных сырых продуктов для детей. Если молоко, то кипячене. Яйца, м'ясо, фрукты. Все має проходити термичную обработку. Не забудьте, это край важно. Да, да, я знаю. Быстрее, быстрее, быстрее. Я родной. Якщо Вектор нам посоветовал, мы сделали. Мы организовали три стола. Кондитерский, разнорабочий и разделочный. Развитие. Здравствуйте, Эктор. Здравствуйте. Это вы первый капитан? Да. И как ваши справы? Хорошо. Я пишу раскладки каждому, чтобы все знали по поверхностям, что они по очереди делают. Чтобы у нас работа четко пошла. И помните, все мае пройти термичную обработку. Молоко, яйца, навіть фрукты. Чтобы жодна бактерия не потрапила в приготовленные стравы. Как вы распределите процессы? Ваня делает у нас на процессе пицца. Татьяна у нас работает с курицей, с битком, с курицей пюре, со стейком, тартар делает. Дальше Никита у нас стоит на итальянском процессе. Это лазанья, равиоли, салат цезарь. Самвел у нас делает профитроли, узбекский плов, блинчики. Знаете, мне не очень нравится, как вы организовали работу. Как одна людина будет делать и плов, и профитроли? Ну как? Вы должны поменять стратегию. Организуйте работу. Не можно за одним столом и нарезать мясо, и готовить тесто. Это не гигиенично. Вектор, хорошо, спасибо большое. Все будет хорошо. Распихал 7 люлей, тому, тому, этому, что вы тут варите, почему у нас паштет, мясо, там еще что-то, мука, это на одном процессе. Ну, в общем, как всегда, раскидал, нагнал на капитана, что, пожалуйста, занимайся правильно. Ты капитан, ты должна распределить процессы так, чтобы там мука, там то, там овощи. Все, кто работает с тестом, на задний стол, Мансирова, сюда. Все, я ухожу тоже. Да иду, иду. Все, кто работает с овощами, ребята, все, кто работает с фруктами, за второй поверхностью. Ребяточки, 33 минуты прошло. Ребята, наша команда должна выиграть сегодня. Мы же настроились красиво делать, чисто для детей, с душой, с сердцем. Бачу, там уже Виты, уже те 100 месяцев. Вика, где мука? Мука, что ты молчишь, Вика? И Витюня помогает Виты на кондитерском цеху. Кость, меня, может быть, кондитер. Думал, ну ладно, мы сейчас пойду к кондитерке учиться. Ну, что, я тут пришел, ну, я же эксперимендухими, мне нравится, я же экспериментирую, это все. Пошел к этой Витке. Я сделала сразу тесто на бисквит, я сделала тесто на тирамису, и приступила к приготовлению кремов. Витя, ты делаешь заварной крем. Что, молоко я же приносила, или что, бежать? Так а ты его поставил, варишь уже, заварной крем. Ты мне не сказала, я не знаю, как делать. Я ему начала диктовать заварной крем, Витя меня вообще не хотел слушать, он сначала вскипятил молоко, говорю, Витя, взбивай желток. Вот, Витя там что-то этот желток заварил. Ну, я только одной рукой лю-лю-лю, мешаю, 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 оно нифига не мешает. Мешаю, 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 быстро, так вот, как комбайн, нужно так вот быстро, рукой именно, фу, я злой, оно все на меня разливается. Ты же температуру не проверил, сейчас заваришь, и все, и каннабу, снимай. Нормально. Снимай. Уже кричу, хоть загусти, хоть как-нибудь мукой мы все это процедим, все сделаем. Короче, Витя крем не испортил. Он никто не готовит, Витя на меня кричит, что не меня, аж такие глаза кровью належу, я думаю, а стаканца? Ну, что ты кричишь? То, что ты кричишь, я лучше готовить не стану, и не научусь его делать. А что мне делать? Что мне делать? Масло мазать, оливковое, как крем заварной делать, Витя? Я Витю попросила сделать обычный масляный крем, которым я хотела пропитать свой Наполеон. Витя схватил сгущенку и с криком, Витя, что делать? Я уже поворачиваю голову, куда стоит со сковородкой. Вылил эту сгущенку в сковородке, и что-то он жарит. Разбиваю туда сгущенку, наливаю в ванильную палочку, мешаю, мешаю, мешаю. Чуть-чуть масла добавил туда, мешаю, мешаю. И оно у меня так начинает загущевать, чуть-чуть молока, и оно у меня еще загущевает, загущевает. Не получается ничего, Витя. Потом Витя говорю, сделай мне, пожалуйста, пропитку. То есть мне нужен был сок апельсина или лайма. Подбежал с этим ковшом к рану, начал воду набирать сырую. Я была в шоке. Это ваш сироп для одного из тортов, да? Да, или он никакой, да? Ну, посмотрите, во-первых, его очень много. Вам достаточно двух столовых ложек. Во-вторых, у него какой-то мутный цвет. Вы можете взять, вы можете сок взять, допустим, из ананасов. Вы правы. В-третьих, так поступать с продуктами нельзя. Нужно сначала подумать, Витя. Вы меня слышите? Нужно сначала подумать перед тем, как делать, а потом делать. Посмотрите, вы сейчас вылили очень большое количество продуктов. Я вообще не обрадовалась тому, что Витя со мной. Кричит, хватается за все, сделать не может ничего. А мне нужен был помощник. Получается, что мне легче было, чтобы Витя мне сегодня не помогал. Я так хотела, чтобы Ярик его просто тупо убрал от меня. То есть Витя, как бы, он вроде и помогает всем, он очень быстро работает. Он все хочет и сразу везде будет все сделать. И получается так, что он вот этим своим желанием только мешает. Витя! Виктор! Сейчас, Николай, сейчас! Вы никогда не можете найти себе место. Суетитесь постоянно на кухне. Что вы готовите? Показывайте. Я уже приготовил заварной крем, тесто сделал. Все оно замораживается и подносил ходильники. Витя, что значит приготовил? Заготовка где ваша? В холодильнике. Для чего вы сделали заварное крем? Для тесто, для тирамису. Заварной крем для тирамису? Ой, нет, тирамису сделал там, заготовку мясо-смита сделали. И вот я сейчас сделаю, забыл, яблочное и крем-яблочное. И желе яблочное. Это яблочное желе? Да. Будет, да. Я никогда не делал. То есть вы косточки не очищаете? А ты для меня до миксера делаешь. Я все протру, Николай. Что вы протрете? Я сделаю, будет очень хорошая жена. Мне не нравится, это неаккуратно. Вы не очистили ни косточки, ни пестики, ничего, ни тычинки. Сейчас я исправлю. Тетя Таня, ставим варить курицу, филе куриное на пиццу. А зачем мне его варить? На пиццу, заготовки делаем, ставим курицу. А так еще баб Таня сидела, ничего не делала. Татьяна приготовила стейк и куриный биток. И натерла мне две морковки на терке. Так, тетя Таня, сильно широко вы стали здесь? Минуток у меня все заготовлено. Еще в духовку ставить за 15 минут. Что вы сделали? Тетя Таня? Мясо и курицу. Таня сидела возле мойки. Ей было жарко, у нее валяло сердце. Нет, на мою эту не вожу, у меня другие эти сельмы. Танька мешала, честно. Тетя Таня повысила на раковине. Она стояла, она чеплялась. Самвел, вот это убирай все. Иди вот туда. Все, хоть умри. Что вам надо, тетя Таня? Мне нужна вот эта комфорта. Это она возле вас, вот она в левом ключеве на 12. И чтоб меня оставили спокойно. Так вот она, ваша комфорта на 12. Это не моя, вот эта мне надо. Вот эта вот, она на 12. А мне не надо на 12. Уходи. Тут уже твои ложки, твои вилки, твои бложки. Все, у меня стол засран. Нет, я ухожу. А ложка чья? До ваших. А что я ей мешала? А я не знаю. Я тоже не знаю. Сколько времени осталось? Боже, вас за час хвилюйте. Таня, что же вы любите, а не час? Я за себя довольна. Мне главное не стоять. Мне надо что-то делать, потому что я уже поняла. Как только я села, на меня сонце давит, и у меня давление повышает. Мне надо что-то делать. Мне нельзя сидеть. Залишилось 30 хвилин. Как с пельменями, ребята? Надо мне эту досточку, чтобы раскатать и залепить. Женя, ты делаешь пельмени уже час, быстрее. Женя ходит, как черепаха-тортила, понимаешь? С его бы комплектацией тела я бы порхала, как бабочка. Я тебе серьезно говорю. 30 килограмм живого веса плюс 5,5 килограмм костей. И Женя у нас ходит вот так. Женя, чем ты занимаешься? Все, леплю их. Что ты лепишь? Пельмени. Шоробей. Мама, шоробей. Мама, демор. Нет, толстый. Толстый еще? Да, Женька, толстый. Я бы на твоем месте комбайном раскатал бы, не парил бы мозги и ускорил бы себе процесс раз в 10. Женя, лепи, Женечка, родной, мой любимый. У нас только Женечки хватает, который... А где это? А где это? Я на него сама сюда пару раз сорвала. Я говорю, Женя, ты мужик или так вот? Давай, ты собираешься в кучу, либо я тебя сейчас соберу в кучу где-нибудь под партикаблем. Смотри, мы термизируем ягоды. Ты термизатор, я тебе говорю. Ребят, не помните, где меню, а то я потерял. Там уже, шо? Сыробим, сыробим уже. Видите, такие торты шикарные выходят. Наполеон красивый, такие получился. О, думаю, хорошо. Ловцы там мясо выходят. Злобина уже, пицца вся готова. Ярика, профитроли, шо? Это я вспоминаю, что я же профитролище должен был быть. Вот все, думаю, да, блин, забону. Все около норм, все хорошо. Заварной крем сделали? Да-да-да, это, Витя, аж ты делал крем? Да. Накидаю это тесто, оно мне плывет. Блин, думаю, я как-то так загарнул его красиво, начи. Накидаю, накидаю. Я же не сказал, что поможете мне, что я не знаю, как это так. Я знаю. Синее и красное, внимание, у вас осталось 15 минут. Прошу вас, ускоряйтесь. Мороженое кто-то делает, кстати. Кто-то делает мороженое? Сейчас делаем. Мороженое сам не успею. Как сейчас делаем. Начинать уже сейчас. Анка, мы не успеем, уже давно надо было делать мороженое. Что, а мороженое-то не маешь и не стоит вообще? Маешь, такая Никита, скажи, сейчас она сделает. А я кажу, ну да, сейчас сделает. Соберись, у нас еще, б***ь, чего нету. Пройдись еще раз по списку. Она кричит. Я тебя умоляю. Я скажу, Анка, скажи, а мороженое? Она такая, а да, а как его делать? А я такая, а ты что не знаешь, скажу, надо делать. Крем, скажу англес. Я реально понимаю, что у нас мороженое не стоит. Я тупо забываю, как его делать. У меня, знаешь, у меня как стук вообще. Я забываю, как сделать мороженое. Оксана, ну давай не будем хорошо. Я делаю все соусы. Ты же сама вызывалась, Аня. Ну при чем здесь, ребята? Да, что ты жалуешься? Что ты жалуешься, если ты вызывалась? Она, блин, мне еще надо этот голландский соус сделать. Я говорю, Аня, ну что ты хочешь? Ты такая интересная. Ты взвалила на себя сама эти все задачи и при этом жалуешься еще. Ну, кто тебе доктор? Где ваша тирамису? Сейчас я вам покажу, Эктор. Вот тирамису. Только я сейчас сформирую его. Я сформирую красивенько. Как вы готовили крем? Я не видел, что вы обрабляли білок. А вот білки я сырые взбила. Білки сырые? Вы собирали подать сырые, білки, дети? Я переживала, что они... Я попереджал, что абсолютно все продукты должны быть приготовлены. Все! Это дети. Там могут быть бактерии. Я думала, что белок не взобьется, просто если я его буду обрабатывать хорошо. Просто надо было тогда меренгу обычную сделать. И все, да. Хорошо. Тоже верно, Крависи. Эктор, извините, пожалуйста. Я не подам этот десерт. Извините. Я не могу ребенка оставить вообще без десерта. Уже этот тирамису профукало. Еще исходило из положения, которое у меня создалось. Ну, как я ребенка оставлю без десерта? Я схватила кусок бисквита. Посыпала я орехами. Пусть это не тирамису, а а-ля тирамису. Тем не менее, там орешечки, вкусные куржики. Все хорошо. Пять. Дайте мне соли на фетушине. Четыре. Женя, расчехлись! А ну ты мужик или что? Три. Тахарную пудру дай, пожалуйста. Два. Вытаскивайте. Один. Давайте, у нас все получится. Время стоп!